Двухдневный рай для любителей хвостатых. В Иванове прошла выставка кошек. Участники со всей страны приехали для того, чтобы побороться за звание лучшего в своей категории. Определить победителей организаторы пригласили экспертов из Самары и из Москвы. Они оценивают животных, там у каждой породы своя особенность. Вот у этой, допустим, она вот скоттишфолк. У нее ее порода, значит, у нее прижатые ушки. Вот. Другая, допустим, мейкун. Это совершенно другая порода, но она как бы тоже очень модная, популярная. Вот. А так на выставке присутствует очень много пород. Ирина Горинова – эксперт международной категории. Кошками занимается уже четверть века. Рассказывает, чтобы определить лучшие животные, оценить просто внешний вид – мало. Главные особенности кроются в деталях. Сравниваем со стандартом на эту породу. Кот должен демонстрировать как можно более приближенный тип к своему дикому предку. То есть невысокие маленькие ушки, направленные вперед. Очень выразительный взгляд. Глаза ночного зверя. То есть это крупные, большие глаза, широко открытые. Спинка носа высокая. И хорошо наполненная мордочка, чтобы он был больше похож на настоящего леопарда. У хозяйки бенгала по кличке Оскар опыт в разведении кошек более шести лет. Ее симпатии давно отданы животным именно этой породы. Это умнейшая порода кошек. Только на русском не говорит кошка. Она все понимает. Она очень отзывчивая. Она очень контактная. Она всегда рядом. Она всегда с тобой. Она тебе помогает мыть посуду лапой. Подбивая струю к чашке. А вот эти кошки российской аборигенной породы – сибирской. Самый титулованный в этой компании – красавец по кличке Алмаз. Он чемпион мира. Кроме того, животное третий год подряд держит звание лучшего кострата сибиряка России. Характер сибиряка. Ну, характер у сибиряка независимый. Сибиряк скорее позволяет себя любить. Они могут быть ласковы. Они могут быть. То есть если ему нужно, он придет, приласкается. Если нет, значит вот его не трогайте. Очень хорошее животное. Очень здоровое животное. Выставка кошек проходит два раза в год и собирает более сотни животных. Единственный минус – гладить их посетителям запрещено. Но если очень хочется, можно приобрести котят. Пушистого счастья хватит на всех. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.